Плодовые деревья машут блестящими зелеными листочками и манят сочными фруктами. Живописный и пышный сад – украшение любого участка и мечта каждого садовода. Именно фермеры и агрономы знают, сколько труда требует эта красота. Выбросить жизнь тем, кто только начинает заниматься сельским хозяйством, решили в ТГТУ. Ребята, здравствуйте. Давайте на сегодняшней встрече обсудим текущее положение. В каком состоянии сейчас находится наш сервис. Обсудим, что было сделано. И поставим задачи на новую неделю. Команда из шести студентов ТГТУ во главе с кандидатом технических наук, доцентом кафедры информационной системы и защиты информации Алексеем Елисеевым, создала веб-сервис и приложение, обещающее стать незаменимыми помощниками для начинающих фермеров. Эта нейросесть способна по фото определить заболевание яблони. Чтобы этому научиться, ей пришлось пересмотреть 3600 снимков заболевших деревьев. Работу ребята проводили в течение трех месяцев в рамках конкурса университета 2035. Умеет классифицировать лист растения в одну из четырех категорий. Это здоровый лист, лист, пораженный ржавчинным грибом, лист, пораженный сумочным грибом и лист, имеющий оба названных заболевания. Наш сервис ориентирован в первую очередь для начинающих садоводов и фермеров, у которых нет экспертизы по выявлению заболеваний. Использовать приложение достаточно просто. В институте, к сожалению, яблони не растут, поэтому для того, чтобы продемонстрировать вам принцип работы, я воспользуюсь фотографией. Уже невооруженным взглядом видно, что с листочком что-то не так, но давайте узнаем точный диагноз. Для этого я просто фотографирую листок и жду ответа от сервера. Приложение утверждает, что яблоньку поразил сумчатый гриб. Неросети анализируют листья, а не яблоки, так как заболевание лучше выявить до начала плодоношения. Точность диагноза зависит от качества фотографии. Ее, кстати, можно загрузить и на сайт. Функционал там такой же. Пользователь найдет информацию о заболевании, ссылки на фунгициды. Это вещества для лечения грибковых болезней растений. Кроме этого, на веб-сервисе есть визуализация. У нас открывается увеличенное изображение, и мы можем подвигать и увидеть, на какие зоны на фотографии опиралась нейронная сеть, чтобы определить данные заболевания. Чем холоднее цвет, тем на эти зоны опиралась нейронная сеть. Предполагается, что веб-сервисы и приложения будут доступны для фермеров всей страны. Они будут монетизироваться по модели «Фремиум». Функционал их со временем расширится. Вокруг нашего приложения мы хотим построить целую экосистему помощи садоводам. Это будет сервис диагностики заболеваний вообще любых садовых культур. Неважно, там яблоней, груши, любые другие. Это журналы ведения садовых работ, и это рекомендательный сервис. Для того, чтобы научиться определять другие заболевания, нейросети потребуется пересмотреть множество фотографий. Для ее обучения разработчики планируют привлечь опытных агрономов. Мария Шумейкина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей.